сегодня 2 октября 2014 года года вот мы находимся в поселок потеряевка мало то скоро это надежа васильна лапкина тут живет попросил у нас тут мне освободить участок от клена все заросло вот котики и серенький 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 но красавец ты наш ребенок ну а вот и знаете наш лапкин работает тут на территории решил показать это надежда васильный дом вот она тут по соседству с нами обитает а это у нее вторая площадка детская игровая качели разные вот эти старзанки с этих качаются турники подъемники мы убрали вот вот если все заросли были и картошка где попадает в тень очень мелкая она попросила несколько спилить она знала кого зовет эти несколько подойди посмотри сорное дерево называют американский клен вот оно все подряд вот где кошка прыгает посмотри сколько спилена она как взахалась зато дети играли тут и действительно дети играли здесь ну он клен быстро растет и у нас в уставе написано по разрешению деревья перед кроме клена клен подлежит все до уничтожению он захватывает в околках там где грибы раз и там ничего нет он все заполоняет собой и вот сейчас увидели как потом смотри сколько хмелю какие возможности потеряевка упускает так посмотрели они-то идут куда на 20 с лишним метров поваленные деревья вон там скрывается это все хмель уже пивоваренная промышленность готова это когда потеряевка только начиналось приезжали разные люди и говорили что давайте мы вам поможем вот вы пшеницу вырабатываете мы начнем здесь самогон гнать там и продавать а а другие говорили там пруд там гусей 3000 то есть можно было заработать и погубить все мы решительно на это не пошли в уставе сказано этими предусвидительными делами не заниматься ну гуси это хорошо хорошо на озер не будет там не купаться нельзя будет ничего вот я вижу лианы какие он дальше покажи удивительное вот земля что значит плодородная и хмель а его хмель то где он готовый сейчас вот его только собирай вот он на одном кост ну тут прям горсть убрать то не по одной можно облеплено сколько вот ну вчера мы тут попилили а сегодня вот решили маленько пробрать хозяйка то как увидала что мы делаем ай-яй-яй я говорю сделай милость не попадайся нам отойди ты нас просила мы делаем за два дерева мы не пошли бы виктор николаевич тут был он пилой пилит володя обрубает но сегодня он пока на учебе сегодня уже второе октября четырнадцатого года вот готовимся уже выезжать думали третьего но у нас татурина пятое потому что николая кручина не будет а он главный по машине по нашей надо на сервисе что-то вентилятор там подправить ну вот все и показали гляди какая куча наворочили рядом дома нет а там дальше видно столики он приблизь это дети играли вот этот опрокинутый столик где кошка-то вон кот ходит кот чудесный какой мои кошки хорошая белая но этот лучше при подкидыш с шариком дружат вчера только едем глядим он играет прямо на дороге мы остановились у него мышка он это отпустит то поймает а мы в это время на кровати спят вот тебе и беспризорник у нас тут так беспризорники собрались и заняли первые места вот иногда люди просятся потеряевку ну все у него желание в деревне быть там был до 10 лет в деревне ну до 10 лет то ты был то ведь не работал деревня это не просто работа это уборочная круглый год тут надо не просто работать а пахать вот посмотрите сколько у меня рука не движется уже правая ну володя рубит а я левый таскаю потею точно так же вот это видишь какую ограду развели из этого из сучков какие есть у нас который потеряевку то приехали они все ну кого я знаю по крайней мере вот плотниковы были в греции уехали вот ну кто тут были вам вообще вот батюшка наш все продали что-то это редко такие которые приехали чтобы не помогали приехали такие кого нет это барабаш вот у них не было ничего они просто приехали это не знаю андрей там что было-то остальные дома продают участ алексей устинов дом там продает новосибирске эти средства вкладывают сюда надо купить арматуру фундамент желание есть денег нет здесь не поселиться как селись как мы селились с нуля лопату начинаешь копать картошку сажать 1 сотка 2 сотки вот он идет как он начинал подкидыш ничего нету но у него капитальная помощь его все любят ему все дают он шариком поезд своими кошками у них украдет ночью что-то и все время охотится вот он ночь охотился идем как будто бы не останавливается день на ночь вот так надо работать как наш вот этот серый я его зову серый от него никто не может спастись ни мышь ни лягушка никто не кузнечик все пройдет а маима едет позевает а потом возвращается и лежат на койке ну надо что я их выкидываю они все-таки ходят где-то тут кто едет должен иметь средства самостоятельно но или без средств значит из подсобного материала были такие которые резали землю пластами между ними камыш ну что-то надо иметь хотя бы что-то а потом дальше уже корову приобретали но у нас закон нигде не брать в кредит если он кредит берет мы его не примем чтобы позор не терпеть не не положено у нас брать работы своими силами не надо поддерживать тех которые паразитируют на этих все эти радшильды рокфеллеры морганы ну и те которые нынче надо работать просто работать и бог благословляет вчера здесь не было хмеля сегодня есть мы его просто выбросим он нам не нужен хотя сам по себе хмель то он не дает хмели никакого в голове он только там не дает закисать и что-то еще там запах какой-то даст я когда еду ездил раньше в поезде я всегда в подушку с собой брал набитую хмелем спится хорошо ляжешь спать из вот так кто думает ехать нужно заранее заработать денег или что была сильная помощь братья сестры приехали помогли но потом он как-то рассчитается вот он я тянулся и вот она оторвала там вон она пошла куда вот такое сокровище за хмелем ходят я его никаких взял и выбросил надо работать больше ничего не надо давай володя покажись кто ты такой обычно когда люди работают хорошие репортеры в конце он говорит вот это я такой то вот сейчас какие-то вышли там одиночные пикеты их оказалось двое что проблема у путина не проблема сам путин проблема но все понимают что подкапываются стоят там где-то на площади подошли кто-то говорит за кадром невинно в конце повернул на себя и показал подошли к милиции одиночный пикет это один они двое стоят это нарушение закона это они там говорят так нам это не надо нам не стоять надо работать а за кого сейчас за россию за украину я за истину за христа не те ни другие не правы но надо разобраться почему бог это допустил а рассуждение я не вижу нигде а могли бы так вот где-то приватно сказать я не приватно вообще не говорю я если говорю то на весь мир за это меня сажали я прямо говорю причина в том что нет страха божия представление о будущей жизни вот и все украина сделалась вместилищем всяких ересей от все оттуда запада идет это не надо отрицать вот там и хорошие люди есть ну какой бы кто бы ни был еретик они все там основывает своих площадки оттуда уже начинает работать дальше идут все я даже не знаю если такая ересь самая сумасбродная которая бы это сандеи разные там журавлёвы ой они хорошие еретики хулить или истины хорошие то вы все вне внутрь посмотрите во внутри то что есть то все смехом все к чувствовал кривлялся сергей журавлёв ты наконец вышвырнули ничего нигде нету нету ничего именем православия там еще православного нету православие то каноны толкование святых отцов это соломудрия это чистота широта взглядов там ничего этого нету ничего нету беснование я говорю это открыто а что путин прав какой он прав то вы из каких органов он пришел то как там можно быть правом как зоя крахмальникова говорила с искореженной совестью человек но мы молимся за него и люди что-то где-то маленько может будет выправляться нам не судить надо а работать характеристики давать это все на лицо видно все эти разводы все прочим меня это абсолютно не касается я за него молюсь молюсь чтобы поступал правильно нигде через него люди не погибали а сейчас он будет здесь будет то что бог назначил нам нельзя это убрать должен был советский союз грухнуть через 72 года не гитлер никто не мог его сокрушить это несокрушимый союз нерушимых и теперь ни гитлера никого нету не стали на нету само развалилось и все какой с какой скоростью летит летит далеко пошел еще выше пошел ну иди сюда иди серенький вот пришло время времена кончились на выхода ностер уйдет и царь дарьева царился а вот ассар будет убит ну еще что кусать надо кусать ада кусать не кусает а так просто пугает но еще такой видит много нельзя больно это а но слушай нельзя это делать так даже баловать у тебя когти вики тапочки то белую тебя на ногах то на всех ногах вот ну ну ладно ну взял зал руку о головной такой лег а хвост какой у него шикарный вот ему подбросили его люди знали что он погибнет а он в лучшем положении чем которые в городе он день и ночь на улице живет природе я пример показываю а кто знал будущего никто надежда васильна его приголубила да спрятала потому что кому нужен там у нас своих кошек хватает а дальше она не знает что делать а ей подсказали посоветовал я и сюда его привести а его все гоняли а он ни на кого не смотрел охотился работал учился он все время учится учиться лазить учиться ловить надо учиться и работать вот а вот он серенький ой глаза какие у него серые да красавчик вырос вон какой а то он позирует позирует и везде тапочки у него так и здесь руку устаюсь когда никто его не толкал как рисует горбачев руки раздел она сама развалилась его обвиняют она сама развалилась да действительно так даже если бы не было горбачева был бы другой какой-нибудь холмачев-толмачев там бестолочь любая-то и все пьячушка беловежской пущей собрались и как быки пьяная там и флаг кверх ногами вообще пьяница таких россия не видала как борис николаевич но никому не мстил и этим но после всех гоняний там нравился просто а никого не трогал гулял и другим давал жить растащили россии да можете кому она не нужна была империя зла и лжи как ее назвал рейган а вот работаем здесь с нуля все с нуля 20 лет назад я здесь вырубал выпилил один кто-то помогал может на 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 пилет а дальше все это на жопкой они еще вот как на раз мы вокруг оставили а там где огород то там тени не будет там у нее огородчик вот там не видно стенка то видно что это огород у меня держа васильна дальше вон там а вот на пенек ты залезь иди-ка вот а теперь вот так и что повалено это вокруг росли деревья то надо сейчас идти там убирать вас прорубаться вот она попросила маленько убрать ну маленькая и убрали это у меня отец тихо дмитриевич когда маленький был я раньше валенки сами катали но и катает и так что подъем был посередке как бы бугорок но бабка то наденет и больно ноги то она его попросила тиша это тихон тишка ты бы мне валенки маленько размял было сказано он их надела масленица было а там играют с горки а бывает глыску ткнут глазка это корова оправиться когда она застынет ее пинает как футбол то а ты должен отскочить и в это время тебя по спине стукнут он вечером то пришел а вы не из мягкой шерсти называли щесанки эти валенки то бабки то бы поставил то на утром ищет а где мои валенки а сама их перебирает да баба вот они она их не узнает он из них щелки сделал разбил так что вообще ничего там они мягкие туда-сюда шевеляться то но они вообще сделаны для этого были вот и все она звала она знала кого звала то мы расчистили не на один год вперед нас если кто-то зовет тот уже дал задание я отойди в сторону не мешайся иначе мы просто ноги наступать будем бог нам дал подобраться компания такая тут еще сергей пупков был видели как ничего почему-то большая борьба была с лесом вот этим с кленом все и дробь наготовили разбили везде все подготовили вот кто думает приехать я им говорю здесь с нуля начинать надо работать пахать выкорчевывать мы одно дерево выкорчевывали здесь она посреди там на саманном где мужской теперь там гостиница мужская до к нам пришлось копать вглубь вот такую глубину она идет и ширина там вот такая глубина почти что и ширину где-то метра 4 так и 4 так представь такую яму довези корни вырубали пока потом выволакивали его оттуда веревками это пень один пень дерево-то спилили а их сколько все раскорчевали убрали а у грюм река почитайте там егоровы штаны там все про это говорится ермаку никто не строил сами приходили топоры пилы не было как сейчас он пилу то это все дружбы пилой видите напилил то только валит и валит а то все вручную работали люди и кто думает сюда приезжать он должен соответствовать требованиям не лжет не пьет не курит не матерится не ворует и потом знакомимся одиноких не принимают они не приживутся но переговорить можем переговорить с ними если глубоко верующие очень молодой ну там можно еще говорить а дальше это будет и должны быть средства должна быть любовь купить корову купить там другую живность может быть пасеку завести все построить и считай сколько стоит тут подсчитывать не надо но дом надо строить вон он посмотри моя сестра вот там по приблизившего там по кирпичам можно даже увидеть какая ширина какая длина а сара это идут где вон они где кончаются то это для вещах и для коров для козы для куриц для гусей все строено а теперь никого тут нету вот а для поселенцев которые много многодетные будут вот а наверху у меня там голубятня я уже договорюсь кто приедет чтобы меня не выгоняли оттуда вот осень золотая посмотри как солнце идет красота то какая пробивается из туч золотая желто все вокруг а это ведь лина зеленая это батюшка для своих овечек батюшка работает и работает у нас тарелка не ходит с вещи не продают ничего этого нету все люди живут только от того что сами заработать спекулянтов здесь нет корова сепарирует молоко сливки он игорь другие везут кто-то мясом занимается животноводством вот кто-то было птиц сколько она и держала галята 400 не знаю кто-то огородом занимается надо уметь все делать все вот сейчас игорь долго писал вот и стал бы бетонные посмотри а на 380 вольт учителям половина за электричество платить и он писал педрук приехали 22 столба бетонных привезли машина техника поставили ну а теперь от него другим можно принимать писать надо нигде мы не жаловались так чтобы вот такие они ну писали ходатайствовали и господь как то делает даже сказать надо три учителя а учеников только шесть теперь 7 до 50 учеников уже закрывают это милость божия какие-то люди есть кто-то за нас ходатайствует в управлении там месяц пол до министерства доходили разъезд закрыли поезда не останавливаться попробуй открой борис немцов то все это прикрыл мы ходатайствовали газеты стали депутаты за нас и разъезд опять от его там нет ничего они разломали его новый дом это то оставили послали на другой разъезд они приехали на так тарами до ошиблись не на том разъезде разломали все хорошие большие дома но то страна без бедлам но и здесь можно жить жить красиво интересно без злобы без зависти просто жить жить и радоваться во христе каждое воскресенье у нас богослужение литургия вот батюшка здесь сейчас трое у нас поступили ну один здесь двое в городе семинарию московской патриархии благовестия еще а сергий благовестия еще на благовестия это главное каждую неделю ездят на благовестия это всего ничего тут людей то даже 30 нету вместе с ребятишками а работа идет начале говорит то я из-за чего говорит володя из-за хмеля а смотри куда где-то еще карты я так вильную не найдешь меня просто интересно все это я рассказываю у меня как-то я вел встречи академгородок новосибирске но и сестра валя валентина тихоновна там зятем было вышли как братка вот ты рассказывал братка назовет меня моложе меня и все правильно говорю но говорил так и про клещей сказал там много там комаров да все помянул я там жила выросла говорит ну как будто это другая деревня я все трудности рассказал почему потому что я говорил об этой потерявке с любовью я здесь хоть не здесь родился на карповке но с пяти лет я здесь так что считаю родился здесь ну все здесь родное и близкое он там деревья которые маленький околочек желтый то там телятник был там наша мама работала там дальше покажу рукой там тоже мама работала смотри серый то где уже на том конце дороге охотиться вчера еду он уже там мышку есть мои двое две кошки ни одной не видать они отдыхают он сидит сейчас вижу он воробья чуть-чуть не поймал а то вижу уже с воробьем вот надо работать как серый пример я вам даю у него ничего нет за собой а желание есть у нас были такие которые приехали ничего нету но им помогали игорь барабаш ничего не продавал у него ничего нету ничего начинали сам англии глину месели делали кирпичи как в египте вот так так что тут даже хмель продавать это его где-то покупают но все надо прибрать к рукам тут крапива есть из крапиву может то другое делать мы не умеем из репья можно такие лекарства делать продавать у матушка у батюшки она как-то с институтом исследовательским отделом выращивать что-то там не знаю что то она там делает и везде что все к месту пошли а тут чтобы сделать такие качели представьте себе мы должны были найти эти пасынки бетонные столбы а то такой брус поднять как игорь приехал такая кун называется им подняли вот вы качается черт не качать это вот она я просто покажу какая как не жить то не радоваться то бога не славить вот это одно качели там 2 вон 3 а вот называется тарзанки тарзанки вот здесь 2 и там вон со стола еще 2 вот так вот садишься это ребятишки мне это уже вроде бы неприлично ну чтоб показать то можно чтоб только не стукнуть все я не пойду она низкая веревка она может задеть там дальше а вон со стола веревки надо было достать это я альпинистовыми выменил правда его несчастье постигла полез на эверест и погиб там тренер шевченко николай вот дети садятся дайк по леснике залазит вот еще показать можно покажу папа и она может стукнуть здесь меня я там заторможу наверное понятно что-то там то ли она подгнивает уже уже боязнь даже задержу а дети прям туда взлетает и на той стороне фона держала сильно подойди сюда мешки считает я и отдал на ремонт но покажись вот мышки по их продырявили я и отдал зачинить вот она защинила и теперь возвращает пожалуйста забери с утра пораньше встает 4 40 бог наградил меня таким другом близким подруга жизни ни разу я не поднимал она всегда вовремя встает как только забежала так все делаешь-то давай помолимся все жириновский правильно говорит жену держат только гордона в монастыре или в дурдоме что свободным жириновский кое-что говорит иногда такое но не мне его обсуждать но иногда такие интересные вещи говорит пошли хватит а то работать некогда